я вхожу стоит матушка стояла новый икон вдалеке в углу и в этот момент она поворачивается и я вдруг у меня подкашиваются ноги я падаю на колени знаете кого-то ощутил что-то такое которое меня осенило просто одна благодать которая имеет тяжесть духовную такую вес имеет я под этим весом упал сколько людей приезжать не все же не бегут не выбегают из монастыря тут приехал на мастер все раз разошелся этот слух и все по прям лавины побежали приезжать матушка выходит старенькая с огненной такая а она вся светится все на ней в ней в глазах у нее господь на них небо в ней это рай когда не придешь я всегда заставал заставал молитву сидит на своей коечке перебирает чёточки молится или стоит на коленках его напротив иконочек там о чем-то просит но молитвы голоса горячий знаете то ну так вот мне не объясняешь языком но эти-то время такое горячее прошение господи там ну дай ну вот это вот это вот так с ним просила высыпать на сокровищем еще есть ты мой покой ты на жизнь и передай все говорила схемонахиня сепфора или матушка как с благодарностью и любовью называют ее тысячи людей получающих от нее помощь вот этот у меня мальчишка андрюша такой бедовый был парень ему было 15 лет он сломал руку его отправили в тул он у меня играл на скрипке на музыке правая рука отрыв головки этой плечевой и с вывихом не могут никак ему сделать операцию у него держится и держится терапература я приезжаю последний раз из тулу говорю матушка ну чего делать андрею операцию не делает она мне дает конфетчик и вот ну вот ты поедешь отвезешь ему конфетчики эти гостиничка ему отвезешь я везу ему эти гостинички ее намаленные конфеты и что вы думаете они уже решаются там делать операцию хоть у него и температура решаются делать операцию приводит его в операционную и там какой-то хирург консилер уже там хирург берет его руку и поднимает вы представляете у него входит эта чашечка входит у него вывих этот и отрыв это головки там этот ложится в апреле 2003 года людмиле поставили диагноз онкология меня отправили на консилиум в тулу я видела как валентин сергей даже вышла заплакала она вызвала мою семью и сказала что как потом мне сказали мои родные сказали вашей маме я стала жить полгода людмилу поставили в очередь на операцию но и врачи и ее родные понимали что уже слишком поздно рак перешел в последнюю стадию людмила обратилась за помощью к схемонахини сипфори и когда подошло время операции случилось чудо опухоль исчезла я пришла на узи выходит в антин сергеевна дает мне карточка и говорит иди к онкологу тебе операция не нужна я пришла к виктору ивановичу он помню сидит и я захожу и вы виктор иванович а мне операция не нужна вы боитесь вы наверное боитесь я говорю нет мне так сказали вот карточку даю я думаю есть снимки когда там идет такая черная полоса а рядом совершенно чистая светлая полоса он сидит и говорит людмила ты понимаешь ведь это чудо это чудо а медсестра лариса с ним сидела она встала перекрестилась и говорит воистину есть бог на свете я не буду говорить о каких-то чудесах которые у меня происходили то есть чудо исцеление или помощи скажем прозрение какого-то но вот слово прозрение оно именно духовное прозрение это взаимосвязь с чем-то больше что окружает нас в мире и вот эти вот небольшие факты мои собственные что матушка могла нам родить ребенка даже не было тяжелого мы это файсами признаем матушка сепфора не только исцеляла людей ей были открыты мысли людей и промысел божий о их судьбах и прозрение было во всем потому что я никогда ничего не рассказывал насадились начинали беседовать зная о том что она все знаю ехал ехал куда-то по делам в москву с кем-то беседовал о чем-то разговаривал то я ничего не рассказывал она все об этом знала я приезжал она уже все знала и мы беседовали как знающие как знающим человеком все тонкости разговора будучи уже слепой она видела как зрячая духовное видение заменяла ей отсутствие зрения физического а валида мне дар мне 3 это держит полотенечко дальний голубой никого буду шить суть ну иду себе и ну как мужская и я хочу я видишь это не вижу она слепая будет там шить она ну если это слышу завет матушка матушка иди сюда я подхожу что случится матч вот она держит полотенечко и говорили доме а он такой мы полосочками полотенце это дорожками я дорожками это голубая и это желтая это красная да она духовно мне показала что она больше видит духовно своим незрячим глазам чем своим видящим однажды матушка сепфора живущая тогда безвыездно в клыково рассказала что была она на службе в троице сергиевой лавре все подумали что это ей приснилось а вечером приехала из лавры монахини сергия духовная чата матушки сергия была уверена что еще сегодня утром видела матушку в лавре а потом я попала в клыково какой промежуток не знаю но дело в том попала и сказал что матушка они вот не может быть чтоб ты видел матушку потому что матушка была на вместе здесь вот клыком уже вот она там не должна там я видеть а я видел вот знаешь что ведут мы сидим у матушки вдруг стук она влетает это келеница есть какой то но это я сергием она хорошо ты откуда да я вот оттуда строй сергиевой лавры пробежала как сегодня оттуда и уже добралась да я как на крыльях а как это а вот было в трои сергиевой лавры матушка меня благословит какая машка маша сифора а где она 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 там в трои сергиевой лавры стояла у архидиакона у икон архидиакона стефана который выложен мозаикой я подошла на мир ты что серги тут делать вот а я древо клыка ну давай давай машка благословите она благословила я как на крыльях туда машины все мне сопутствовала я вот здесь все на него смотрят слушай серги ты не болеешь случайно а что такое домашек уже месяц целый болеет и не выходит не то что там из монастыр она из келли не выходит и вот тут она как увидела и видать вот такой благодать на нее сошла она слезы мы у ней был дар она душой своей перемещалась в пространстве то есть она могла находясь здесь сколько бы побывать в любом месте на меня об этом рассказывал что он там вот я в этом монастыре сегодня была я вот в этом монастыре сегодня говорят такой иконе прикладывается я вот такой иконе прикладывается я там молился там молился конечно если ты не знаешь ее жизнь ты думаешь ну положить а когда ты понимаешь что это высокая духовность жизни человек и что тебе даже неведомо как она делает ты понимаешь и все же большую часть жизни матушка провела в миру только после пострика она получила это необычайное имя сипфора что в переводе означает птичка в 1886 году в селе глухого тамбовской области в простой крестьянской семье родилась девочка дарюшка семья была богомольная когда дарья было семь лет дед паломник подарил ей первые четкие привезенные с афона с детства она подружилась с монахинями которые жили в селе при церкви они учили ее рукоделию и занимаясь вышиванием или шитьем дарюшка слушала истории про святых и святые обители а мама к ним ходила рукоделие училась и читать училась она же неграмотная она и читали там рассказывали что-то но она принимала монашеский опыт жизни она скромно била себе на гуляния не ходила там по улице идут поют с балалайками танцами армошками она нет она не участвовала это она не принимала когда дарья подросла то каждое лето с глуховскими монахинями уходила пешком в паломничество в тивеево или киево-печерскую лавру она принципе с детства было устроение внутреннее устроение монашеское это была единственная ее цель мечта желание всей жизни она что прежде всего это уединение когда человек пытается уединиться от каких-то мирских забот и больше время больше время употребить для молитвы для служения богу для формирования это более высоких нравственных качеств своей души и ушла бы дарья в монастырь не случись в ее семье беда умер отец а без него хозяйство было не потянуть тогда мать которой нужно было поднимать еще двоих детей решила выдать дарью замуж еще надо было растить вот павла который потом убили то вот это собрать единственное брат еще был василий но он 14 году погиб в войне вот этих братьев надо было вырастить а маме надо было выйти замуж начинает даже самом детстве она желала монашество ей мама дала благословение выйти замуж она ведь замуж вышла практически против места курсица против своего из-за послушания у свекры было четверо сыновей дарья вышла за дмитрия она была старше со всех с невесток и она должна была распоряжение давать им все невестки конечно некоторые не любили из-за этого потому что каждому хочется быть первым а тут получается что тот кто его руководит ну на большинство чтобы они не обижались и даже выполнял их не свою работу выполнял ее работа выполнял она успевала еще помочь всем лично сделать до такой степени они много работали что у них за зиму от шубы с воды и от серости от парень ушел самую старую так что он без труда не были и кроме этого шума может бывали и шить и с нами еще возиться она же была четверо я вот 3 дарья родила четырех дочерей александру росковью лидию и юлию у нашего деда василия был большой большой гор скотный несколько лошадей несколько коров много овец птицы много земли у него пыры пахотные потому что у него было четыре сына на каждого сына давали надел землю в конце двадцатых годов в ссср началось раскулачивание потом деды когда стали тревожить он вот отделит всех нас ну у этих мало детей у этих мало не совсем не было детей а нас четверо детей ну и нам вот этот домик домик обновенный деревянный сбреженчатый новенькой все хорошо так мы довольны было очень свекра и свекровь сослали на соловки большевики забили камнями до смерти родного брата дарьи павла не хотел вступать в колхоз было обвинение расправа с ним произошла у ворот церкви в которой он пел на клееросе лошадь шла до лошадь телегу что ли за телегу привязали чтобы они не убежали и вели до самой церкви и там вот уже видно как их ударили что ли как я тут не могу сказать я что-то понимаете только знаешь что вот я представляю как они лежали и как их поливали и как их били и как дмитрий муж дарьи чтобы уйти от преследований уехал в другую область дарья и четверо ее дочери остались в глухого но в новом доме они пожить так и не успели мы с просонник мало чего поняли сразу потому что полет утром на парков это 14 октября 33 года решили сказали вставайте и уходите на замыску вывели колоколка пришли вот чекисты рано утром выгнали из дома и начали на его глазах разбирать дом маска раскатали по бревнашку и тогда все за маму заплакала не заплакали и не знали да что это такое к чему что это раз мама заплакала за что плохо мы все повредили ночью неделю вот они на меня ко второго людей ну а холодно все-таки октябрь мама нас повела по задворкам и просит стал кого-то опустить но мы все не пускали потому что то время кто кулака примет мы в кулаке мы уже враг народа нас никто не пускай на одного дочка нас опустила вошли вот до лавки как обычно столик стоит и печь вот все-все у бабушки там дело ну чтоб на печень там было и мне там расположились на лапке на литр самое интересное маска передавала мне свои мысли вот я стою возле какой-то там изгороди и думаю говорит зачем они ведь дом разбирают на на дровах что ли знаете насколько чистота ну ты внутренняя скорбь как должен как таково божественная широкая срока болотки и в норкде этого человека лети то есть только внутренняя комфортная жизнь упал не на бога что принятие любой скорби как так как должен как таковой Господи, ты моя сокровище, ты моя счастье, ты мой покой, ты моя жизнь вечна. Передаю себе волю твою, сам со мной живи и сам говори. Когда появилась возможность, Дарья с детьми перебралась к мужу в Болох. В Лоховку приехали, сначала же в проходной комнате, через нас ходила семья. А мы на полу, еще дядя у нас же, еще один отец, отцов брат, молодой. Тоже туда приехал, и все так, они там где-то, а нас всех четырех, мы все девочки, всех на полу. Папа работал на хлебзаводе кочегаром. Вот когда эти формы железные скоблили, там попадали корочки, хоть они все в зале. Он собирал мешочки, складывал, мама приезжала, собирала мешочки с отходами, и привезла домой. Все равно это хлеб. Все равно это пахло даже хлебом. В то тяжелое время многие теряли веру в Бога, но в семье Дарья хранила православные традиции. Но все равно как-то мы истерегались, все равно, чтобы не оказать себя, чтобы не укололи нас чем-то там такое. Но потихонечку ходили все равно. В храм ходили все равно, водили. Все равно причащать она нас обязательно, потому что определенные там какой-нибудь субботы, воскресенье, она собирает всех и причащает. Дома мы боялись, всех соседей, конечно. Особенно, когда нам дали другую комнату, в другом месте. Осторожней, когда очень много было свидетелей. Когда дочери пошли в школу, где насаждался атеизм, Дарья продолжала молиться за них. Мы ничего особо-то не видели. Она все по ночам делала, когда мы ляжем, все ляжемся. Мы не знали, когда нам молиться. Мы же молоденькие, мы сразу легли ей камнем, ничего не знаем. Она после этого молится. Молилась она и по всей ночи, конечно. За нас-то она молилась, чтобы все было хорошо. За папу молилась, за всех своих родных она молилась, всех она любила. Однажды подруги позвали Лиду в кино на советский антирелигиозный фильм. Дарья не разрешила дочери идти. В тот день был большой православный праздник. Но Лида не послушалась. Пришла в кино, села. Я больше ничего не видала. Я спать, уснула как-то в нечаянной. Как я уснула, я не знаю. Я даже не помню название кино. Я уснула и вижу море. По морю начинает точка показаться. Потом больше, больше, больше. А потом это идет, божья мать, все в зеленом, по воде, ножками, без обуви, всякой. Руки у нее так стояли. И я так проснулась, меня разбудили. Я бы дальше смотрела. Наверное, экран кончил, показ свой. Ну, я когда пришла, я говорю, мам, не ругайся. Я знала, что она волнуется. Мам, не ругай меня. Я ничего не видела. Я сказала, и она мне еще и говорит, может, поешь что-нибудь. Знала, что я в кино пошла и молилась, чтобы я не видела никак, чтобы смягчилось как-то. Матушка наша просила, я вас прошу, очень даже, ничего детям не говорить. Свою жизнь надо им показывать пример. Вот, допустим, что делаешь, показывать на примере. Никогда их не упрекать ни в чем. Никогда их не гулить, никогда не вранить. Тогда они поймут, что они неправильно были. И через год, не через два, через три, через пять поймут. И чтобы сохранить вот и внутри себя, и в своей семье Бога, что, в принципе, на ромашке все-таки удалось, она это не выдавала никому из себя. Дочерям показывала только образ жизни. Чтоб дочери сами смогли этот образ жизни принять самостоятельно, ненавязчиво. Господи, Иисус, Христина, Господи, Иисус, Христина, Господи, Иисус, Христина, Господи, Помилуй меня, грешни. Так жили-жили мы в Балаховке, подросли все, а тут война. В войну мы опять приехали сюда. Дмитрий ушел на фронт. И снова Дарья осталась одна с детьми. Вот война началась 22 июня, а уже 14 октября у нас бомбили вовсу, мы жить там уже не могли. И вот мы оттуда убегали. Ведро, пшеницу напарили и буханка черного хлеба сверху бежала. Вот все. Это наше питание. В эвакуацию из Тульской области уезжали в товарном вагоне. Поехали мы опять в свою родную деревню. А приехали сюда, и нам дали дом, где жили два брата. Их взяли в армию, на фронт ушли они. Вот мы в этом доме прожили всю войну. Папа приходил нам, когда мы в эвакуацию жили, он приходил к отпуску, потому что у него язва открыла желудка. И ему дали отпуск, он приходил своя, вдвоем со всех, и его отпускают. И он побил две недели, и опять его забрали. И он пришел с фронта, но с заболеванием желудка. Кончилась война. Дмитрия направили в Москву на лечение язвы желудка. Когда мужу было тяжело, то Машка все трудности взяла на себя, а муж занимался своим здоровьем. И Машка никогда не упрекала его, никогда ему в этом не перечило, что ты не помогаешь семье, не заботишься о ней. И потом он приходит и говорит, Лида, я пришел с тебя за советом. Меня сказали, что у меня рак, я буду кричать скоро, я вам покоя не дам. Как мне ехать на операцию? Я говорю, пап, я не могу тебе никакого совета дать. Нет, все, ну уж не так, мы поговорили. И я отказалась отдать какой-то совет. Но сам решил и пошел на операцию. Поехал в Тулу, оперировали его. На четвертый день после операции, это был первый день Пасхи. Это было 17 апреля. Он умер. Дмитрий умер в 1955 году. Роль матери, роль жены, каждую женщину в то время устраивала. Сейчас женщины забыли об этом самом главном качестве, которое им благословлено Богом и мечедородие. Женщина большее свое время проводила в семье и рожала детей, воспитывала детей. То есть была явным примером христианских добродетельных качеств. Какой пример может женщина дать, когда она руководит мужем? Только проявление гордости, своей воли, самости. Почему вот у нас распри, почему такие неурядицы? Почему в жизни семьи не такие сложные условия? Из-за чего? Потому что мы друг друга не хотим низиться. О нас все время, я сама вспоминаю, как бывало, вот. Че-нибудь, да че ты это-то взяла голову, подняла гордо, прошла. Пусть и кисло станет. А кому кисло станет? Суни мне. Господи Иисусечный, кисло, не вор, помилуй мне грешен. Господи Иисусечный, кисло, не вор, помилуй мне, грешен. Старшая дочь матушки Сепфоры, Александра, поселилась в Сергиевом посаде возле Лавры. Она жила и работала там, чтобы больше времени находиться в монастыре. Маша говорила о том, что она была близко ей по духу. Потому что Александра тоже была своего рода подвижницей. Она ведь не вышла замуж и занималась странноприимством. У Александры был небольшой домик, полдомика такого. И вот когда приезжали паломники Троицергию Лавру, то паломники занимали все пространство в доме. Александра брала одеяло и выходила в холодную веранду. И ложилась даже зимой на дровах и спала вот прям вот так вот на дровах. Мы к ним тоже приезжали, а мы у них ночевали. А Александр Дмитриевич сама и день прижмется в уголочек, а нас положь, иди в свою квартиру. Ну, у них домик такой был в хижинке, но все равно мы там ночевали. И матушка, вот живя тогда в городе Киреевске у своей дочери Пороскиве, ныне с химонахиней Иоанне, помогая воспитывать детей, она время от времени ездила к Александре туда, вот, в Сергиев Посад, проводила время там, много ходила в монастырь, молилась. И ей это было очень-очень приятно, потому что это был для нее естественный образ жизни. То есть она этого всегда в жизни искала, и для нее это было близко. В 1967 году Дарью постригли в монахине. Этому предшествовал ангельский постриг. К Дарье в ночном видении явились ангелы и совершили обряд. На исповеди в лавре она рассказала об этом старцу, после чего ее постригли в иночество, а затем и в монашество с именем Досифея. Ну, монашеский путь, это есть ангельский путь. И каждый должен стремиться к этому. Ну, конечно, кому, как Господь дает. Это уж воля Божия и Вос, это другие вот и хотят, а не получается. После пострига Дарья, теперь уже монахиня Досифея, вернулась к дочери в Киреевск. Пороскева рано овдовела и осталась одна с двумя маленькими детьми. Она больше других нуждалась в помощи матери. Она воспитывала нас вдвоем одна. Ну, практически. Сестра-то есть девочка, она, конечно, посмирнее. Я мальчик, я была, как была, гурбаловался. Ну, как наказывать, она ремнем никогда не была, а так, тряпкой чуть. Ну, как бы, ну-ка-то ее, да и все. Ну, и что мы были пацаны, портрет забросил, да в футбол роняет. Так все детство и прошло. Достаточно маме сказать, Вова или там Саша, кто из них играет. Все, мы хоть сколько будем говорить, они через минуту опять балуются. А мама вот сказала, это все. Мы сюда и говорим, почему такое маму, овалянное слово, как сказала она. Все, ребята прямо сразу, как будто их и нет. Тишина и надолго. И все шепчутся между собой, там что-то. Вот мы в этом удивлялись, да. Малышка никогда не жила до себя. Она никогда не жила до себя. То есть ее жизнь, это несение вот такого креста. То есть выпал такой крест, она его не бросала. Дарья постилась с молодости и даже вне постов не ела мяса. Однако в семье никто об этом и не догадывался. Мы никогда не знали и до сих пор не могу сказать, когда мама ела и что она ела. Никогда мы не видели этого. Она в гости пришли, мы даже в гости придем в своей семье. Стол накрыт, все, пожалуйста, и сало, и все жареное, и пареное. Пожалуйста, кушайте. Мама только угощает. Ну вы садись-то берите, что ж вы не едите? Да что ж вы рыбку-то не ели еще? Только будет угощать. А сама она ела, не ела, мы никогда не знали. Ну ты сама, мама, а я ела, ела. Да я все, я сытая, нет, не волнуйтесь. Соседи звали ее бабушкой Дашей, ничего не зная о ее монашеской жизни. Ничто не изменилось в ее внешнем облике. Всю свою жизнь она одевалась скромно, всегда носила платок. У нас соседи никто не знает. Чего-то к вам какие-то монахи приезжают, какие-то машины приезжают, люди идут. Почему-то бабушка, наверное, и лечит. Вот они приезжают, бабушка, которая лечит, приходит. Наверное, ваша бабушка лечит. Так вот, так с этим и остались. Однажды Дарью обвинили в воровстве. Пропали два мешка картошки. Когда обвиняли, она молчала, не оправдывалась. Нет, она этого не позволит. Не сделает она по своим божественным канонам. Ну, это понятно. Никогда не возьмет ничего. Она строго-настрого нас так воспитывала. Никогда ни к чужой, ничего не брать. И мы не брали. Никогда. Даже не манилась даже что-то взять. Дочь, которая находилась рядом, тоже промолчала и только дома спросила. Почему ты не сказала им, мама, ты же не брала? Так надо, доченька, ответила Дарья. И только через два года выяснилось, кто украл мешки с картошкой. Люди узнали имя вора. И вот мне эта Мария, которая оклеветала ее, матушку нашу, она мне встречается. Говорю, как же вы... Здравствуй, здравствуй, Нина, здравствуй. А знали, что я привожу матушку в храм, привожу, увожу, что мы вместе это. Вот. Я говорю, как же вы могли ее так оклеветать? Она ни слова не сказала мне, эта женщина. Позже Дарья объяснила, почему взяла вину на себя. Когда-то, оставшись без одежды и без крыши над головой, она попросила кофту у своей родственницы. Та сначала дала, а потом пожалела и потребовала обратно. Дарья не сразу ее вернула, потому что совсем не во что было одеться. Она, конечно, не украла эту кофту, безусловно. Но не выполнила требования человека, не отдала вовремя эту кофту. Потому что вот как бы ей Господь дал потерпеть вот этот вот позор, когда она никаких картофель не воровала. Но она никому не стала оправдываться, ничего не сказала. То есть да, да, да. То есть приняла эту вину на себя. И как бы... Хотя дочь по-моему, я говорю, ну как же, мама, ты же не воровал. Ну, я говорю, ну ничего, пускай думаешь, воровал. Наше дело. Смей, терпень. Скажи слово, не подумай. Каких скорби не были, да, Матюшка? Да, хоть какие. Хоть какие. Бери на себя все. Вот так, да? Да. Все. Она всем все прощала. Она никого не видела взглядным. Никого не видела нечистым. Она всем все прощала. Вот эта любовь, Божья любовь. Она пронизла ее сердце. Проникала всю душу. Вот дух Божий был у нее. Господи, Иисуске, Иисуске, Сыне Божьем, помилуй меня грешен. Однажды матушка сказала молодому монаху, пораженному ее способностями. «Я тебе не Ванга. Все, что мне дано, дано лишь как дар одной силой молитвы». Ну, Иисусову молитву, это, конечно, сложное. Как говорится, мне сложно объяснить, потому что я не такой делатель этой Иисусу молитвы. А тем более, чтобы ее понять, надо иметь какую-то почву, базу для этого. Я один раз Маночке задал вопрос, «Машка, расскажи, как происходит Иисусу молитвы». Он говорит, «Тебе это знать не надо. Тебе рано». То есть, понимаете, когда человек достигает какого-то духовного опыта, то языком это не объясни. Это нужно проделать такой же путь, вот как тот человек, который это делает. «Господи Иисус, Христи, Сынебор, помилуй меня грешен». Ну, а молиться правильно, надо не торопиться. Вдумчиво, и каждое слово, что когда происходит, его нужно слышать, а не говорить. Нужно так, чтобы каждое слово оставалось в человеке. Каждое слово, чтобы обдумать его, вот это будет молитва. Как Господь сказал, не нужно много. От сердца скажи, Господь помилуй, я тебя помилуй. Поэтому и так и она учила, что лучше меньше помолися, но так, чтобы потом в сердце не остались эти слова. Это работа сердца ума и с Богом. Вот такая идет эта работа. Работа такая идет, молитвый человек уходит в себя, уходит в Бога, а Бог в него. «Приди ко мне, я приду, кто откроет сердцем, я стучу в сердце человека, кто откроет его, я приду и буду вечерять, и будем вместе, так сказать, и буду молиться днем». То есть, есть даже такая молитва, во мне молись, ты Господь молись. То есть, Иисусу молитва – это когда Господь молится в тебе, в женах пребывает, когда она уже отстукивает Иисусу. Не в форме или молитве заключается смысл, а в духе, то есть, в каком состоянии ты обращаешься к Богу. Если мы внимательно читаем советы святых отцов, они говорят, что прежде нужно очистить сердце. Ну, какое сердце? Ни кровяное же, ни сосуды тебе очистить надо. Очистить те страстные помыслы, которые одолевают человека. И когда человек очищает свои помыслы, страсти и навыкает, привыкает к тому, что он целый день свою память занимает повторением молитв, обращения к Богу, он просто этим живет, это его жизнь. И, естественно, Бог такого человека слышит, потому что сердце его принадлежит ему чисто, и он ничего не будет делать вопреки по тщеславию, по своеволю, по гордости. Я Иисусу молитву начало читать, и не будем никогда. До войны еще. Вперед в зал, кимия зал. Да, ну, это все было. Чур, я здесь сейчас готов, я читаю. Как его война кончилась, и все, и меня пошли бить Иисусу молить. Мне, как тогда еще молодому иноку, было очень интересно, как так вот мирской человек, девушка, женщина, да, которая выходит замуж, как можно заниматься Иисусовой молитвой. И вот Матушка мне открыла такую, как бы, не секрет, конечно, но какую-то тайну, которую для меня было, вот, я об этом не думал. Она сказала, что, несмотря что я делала, то есть там, шила, мыла, копала, да, с каждым движением тела Иисусовая молитва. Человек работает, руки заняты, четко держать в руках нет возможности, да. А как так делать, чтобы у тебя ишла Иисусовая молитва, и ты, ну, вот, такой вот навык она себе разработала. И я так понимаю, что она всю жизнь и этим только занималась. Господи Иисус, хрисыня Божия, помилуй меня грешен. Господи Иисус, хрисыня Божия, помилуй меня грешен. Ну, я говорю, старт это прежде, как познать старт настоящий? Это который имеет любовь, смирение, кротость такой. И, конечно, простоту, и большое, большое доброе сердце. Вот эти качества, они сразу не могут понять. Можно, конечно, знать все, догнать и так далее, но это, конечно. Вот истинный старец, это как, знаете, вот добрая, такая добрая, ласковая мальчика. Вот это и так все будет. Вот, кстати, вот эти, говорят, это вот как матушка Сепфора, она вот как раз и была старицей. И когда как раз подходит вот это. В 1989 году монахиню Досифею постригли в великую схему с именем Сепфора. Во Всесвятых, в Туле, в храм Всесвятых. Она уехала на ночь со всеми своими вещами. И там был постри, пострилила митрополит Серпион. Митрополит Тульской Белевской Серпион благословил матушку на старчество. И немногим позже ее начали называть Старицей. С каждым годом к ней в дом в Киреевск стало приходить все больше людей, ищущих помощи и духовного совета. Приходят, да и приходят. Приезжают, да приезжают. Ну, разговаривают, ну, они прям так, один за днем, одни уехали, другие приехали, эти монахи, монахи молодые, монахи привезли. Вот она очень просто говорила. Образования-то особого не было, она красноречию не училась нигде. Но зато эти простые слова они человека могли очень сильно вдохновить. Но не только слова, а сам дух, с которым она говорила. Вот я с ней всего три раза, наверное, беседовал по своим проблемам, вопросам. И вот она в этих трех беседах как-то так вот смогла сделать, что они очень сильно на меня повлияли. И вот она мне всегда говорила, терпи, Нина, смиряйся. Помню даже, как было вот с Михаилом с ключами. Он у меня такой парень, шустрый, значит, этот муж. На машине и поддатый, и с ключа. Я сгребла ключи от машины. А он все равно там, чем он еще, как он сел, уехал. Я прибегаю к ней, матушка, я ключи взяла. Она сказала, Нина, положь на место. Положь на место и не трогай. Только не сказала, ты подумай, что есть воля Божия. Вот насколько не было понятия, что нами распоряжается Господь и ее святые молитвы. Отдай, говорите, ему кличи. За каждого из своих духовных чад матушка болела всей душой. С кем было строже, с кем добрее, в зависимости от того, что человеку было необходимо в тот момент. Я очень была энергична. Такая горячая, что все, чтобы кипело, по-моему, все, что было. Поэтому я долго не строилась. Там еще страдостей очень много. Матушка мне много поломала, потом малорославцы мне много поломали рог, чтобы смириться. А вот однажды было такое, вот видите, вышли на это вот. Однажды было такое. Вот она, видно, знала мои стрессы и говорит до меня. Вот ты все время бегаешь, бегаешь, бегаешь. Ты на готовне, вот, и поставь вот здесь вот на продукты, там, это, на столик. А я когда захочу, все, я буду есть, чтобы тебя не беспокоить. Ну, я, значит, взяла, положила, полотенчиком прикрыла, и все, и это сам. А тут отец Михаил, что-то там дверка немного, дверь у нее немного не работала. Вот он пришел ее подремонтировать. И вот она в это время и говорили. Матушка, я прохожу, что такое, Матушка? Это что? Я говорю, Матушка, ты же говорил, кто тебе говорил? Я же оправдываюсь, мне бы сказать, Матушка, прости. Вот, хотя я права, я не права. Нет, я же доказываю, что ты же мне сказала, я поставила. Что это такое? Ты зачем это сделала? Эх, я как расплакалась. Вышла, говорю, да ну и мама не командовала, здесь какая-то бабка мной командует. Это было специально. Это она, ну, несколько раз она мне делала такое, потому что, а по-другому человеку не первомаешь. Поэтому у нас вот так вот, по-духовному, это вот самый такой путь, как говорится, смирения. Послушание и смирение – это очень тяжелые добродетели, очень тяжело достаются. Вот, и не каждый их несет. А в монастыре нужно к этому стремиться идти. Удивительной была способность Матушки Сипфоры заглянуть в душу человека и видеть будущее людей. Скорее всего, можно выразить так, что у меня отнялся язык. Вот, я после этих слов что-то вот о себе скажи вот что-то, я не смог ничего проронить. Я молчал, а Матушка начала, поняла, что я осознаю, что я, наверное, чувствую благодать такую. Матушка, наверное, сама знала, что у всех, наверное, такое происходит, что первый раз, особенно, когда вот такое происходит, человек анемивает прямо от неожиданности. Ну, я в свое молчал, значит, и Матушка мне говорит. Ну, понятно, ну, ты женишься, да, женишься, будет много детей, трудиться ты умеешь, вот, будет у тебя все в жизни, и квартира, там, деньги, все. Но ты, говорит, потеряешь очень важную вещь в своей жизни, вот, потеряешь то, что потом нельзя будет найти. Я, естественно, задумался тут же прям, с чего я тебя буду терять? Естественно, я терять не люблю, когда, ну, каждый человек, наверное, не любит, когда теряет. Но Матушка говорит, что надо тебе все-таки прилепляться к монастырю, потому что в монастыре ты обретешь, наверное, то, на самом деле, что в жизни полезно человеку. Хотя можно было жениться, жить по-христиански, но видать, что Матушка видела, что это, наверное, у меня не выйдет, не получится. Это был 92-й год, когда я только приехал, буквально там побыл пару месяцев, была осень, и в общем, приехала с Матушиной Сифору со своей кереницей. В общем, я обошел слух о том, что вот приехала столица, прозорливая, ну, как-то все начали подходить к Матушке, брать в богоссоение. Я в конце подошел, она мне четко таким треперстием, сложением рук перекрестила, потом взяла за плечо, так задержала. Ты, говорит, кто? Я тогда был в Сергию. Я говорю, Сергий, а что ты, она так удивлена, а что ты здесь делаешь? Я так, ну, как, мажь, послушаю, а не будет. Такая пауза, она помолчала, говорит, а нам вместе с тобой жить. Я такой, я замолчал. Господи Иисусский, Христе, Сыне Боже, помилуй меня, грешен. Господи Иисусский, Христе, Сыне Боже, помилуй меня, грешен. В 1992 году, по благословению владыки Климента, архиепископа Калужского и Боровского, в 17 километрах от оптенной пустыни, в селе Клыково, монахи начали восстанавливать разрушенный храм. Когда мы из храма вытаскали землю, чтобы полы стелить, потому что было все завалено землей, завалено аммиаком, все это вытаскали, то обнаружили в начале, при входе в трапезной части храма, очень много костей. Но костей не просто вот прям накиданных, а сгруппировали, то есть люди, целые люди. И мы собрали эти кости и поняли, что что-то здесь не так. И потом узнали, что на самом деле свозили с некоторых областей сюда, людей расстреливали. Потому что на черепах обнаружены были прорубленные шашкой черепа и простреляны, то есть дырки в черепах. Это значит, что люди понесли мученическую смерть. Вот эта вот благодать, омывшая кровь, кровью вот этих мучеников, естественно, расстреливали кого? Православных, священство, людей, тех, кто ходил в церковь, кто не отошел от веры. Всех их, кого успевали поймать, а вы расстреляли. И вот эта вот кровь омывшая, она дает такую благодать, что они здесь, что это место святое. И Господь хотел его восстановить. Позже на этом месте образовался новый мужской монастырь с пасами рукотворного пустыни. Земная жизнь матушки Сепфоры близилась к концу. А детская мечта маленькой Дарюшки о монастыре продолжала жить где-то в глубине ее сердца. И вот как-то приехали к ней в гости в Киреевск два монаха. Захожу, естественно, знаете, такая обстановка интересная. Комната такая вроде с высокими потолками, такая, знаете, все просто обставлено, все так простенькое такое, знаете, ничего нет там такого особенного. Она сидит на кроватке такая маленькая, сагбенная, старая бабушка такая, даже можно назвать, да. Она, я так на колени стал, говорю, она, ты кто? Я говорю, я Феодосий. Я тогда был радиаком Феодосиевым на тот момент. Феодосий. Она говорит, какой Феодосий? Я говорю, Клыковский. Я говорю, как Клыковский? И, говоришь, Клыковский. И она, значит, подскакивает с кровати, прыгает, как ребенок, который прыгает по комнате, хлопает в ладоши, такая, слава Богу, слава Богу, приехали. Я на это смотрю и не могу понять, в чем смысл такой радости. Потом она начала мне рассказывать, что ей было, что она молилась Божьей Матери, о том, что она уже старенькая, что ей умирать, как бы, ну, она живет в миру, ей умирать в миру. Она хотела всю жизнь в монастырь. И вот она молилась. В 93-м году Матерь Божия явилась перед иконой, которая находится у нас сейчас в храме в правом пределе. И Божья Мать сказала, что не переживай, ты в миру не умрешь, ты будешь жить в Клыково, назвала прям Клыково. Жди, за тобой приеду. В Клыково Матушка жила в постоянной молитве. Братья, живущие в Матерской общине, каждое утро приходили к Матушке за благословением. Матушка давала им какие-то наставления, назидания. Они все духовно окормлялись, получали духовную поддержку. Конечно, для вот такого места, как наше, где не было духовной преемственности, где не было духовного опыта, жизнь и помощь Матушкины была просто нам неотъемлема, необходима. И огромная поддержка нам была на тот момент. И, конечно, она такой духовный камень заложила в этот монастырь, безусловно. Она сама говорит, когда куда-нибудь ходила, то все время тропари читала, святым. Пока иду и ко всем святым обращусь. Там 200, по-моему, тропари она прочитывала. И ко всем святым, как я знала, ко всем обращалась с молитвой. Я уж сейчас не помню, какие она именно слова говорила, как говорила. Она говорила, что в любой ситуации нужно не падать духом, а обращаться к святым за помощью. Помощь всегда обязательно придет. Но так это как-то говорилось, что внутри что-то на место становилось. То есть как бы сама внутреннее ощущение, внутренняя жизнь изменилась после этого. То есть слово со властью, что ли, если так вот сказать. То есть она имела такой вот Бога дар. Вот у меня был случай, одна приехала, говорит, к бачках мне там вот что. Я говорю, ну что, молиться надо. А она говорит, ну молиться понятно, а может что-нибудь еще. Вот у вас тут нет вот таких каких-то ясновидцев. Я говорю, ну ясновидцев нет, есть тарс. А кто? Вот матушка Сифора в Клыково, съезди с ней, к ней, может она что скажет. Она поехала, приезжает на следование, я говорю, ну как, ты ездил к матушке? Ездила. Ну как она? О, ой, матушка сказала. Что она тебе сказала? Ой, она такое сказала. Ну что сказала? Она сказала, молись, Надежда, молись, молись. О, так и сказала, говорю, да, так и сказала. Я думаю, а я тебе тоже что сказал. Вот такие, значит, это самое. Это матча сказала, и как она сказала, она Духом Святым сказала. Я по-человечески, она Духом Святым. У меня, знаешь, их сколько? 150 святых. Вот я как сколько их молитв прошу. Михаил, Тесра, Алексей, Анфелик, Михаил, Димитов, Петериндан, Петерапантих, Чадрович, Чернинская Святая, Нападочек, Бак. И иду, и иду, и иду, и 150. И всех призываю. Великий прорыв, святитель, креститель, спасло они. Когда она принимала большое количество людей в Керри, я понимал, что она просто уставала. Я приходил, у нее не шевелился язык. Она уже вот так говорила. Я, ты сам, матушка, я говорю, может, ты отдохнешь, сказать, чтобы тебе... Да, да, то есть она могла мне это сказать. Но если, дай Бог, да, то есть я не успел, и к ней пришли люди, она из последних сил будет принимать, будет утешать, будет их веселить, будет их духовно настраивать. Она видом не покажет, что она уже там изнемогает. На первый взгляд, казалось бы, она маленькая, она старенькая, она больная. А попробуй, я вот иду по храму кодить. Она приезжала в Оптину, да, она стоит. А ее келеницы, Машка, вы сядьте, вы устали. Она, нет, я буду стоять. 102 года. Она стоит всю службу, 4 часа, всеночная. А эти, ой, мы сядем, ноги устали. Нет. А я говорю, ой, давай, покади, покади. Она вся в благодати дыму. А меж тем, время земной жизни схемонахини Сепфоры истекало. Старица знала день и час своей кончины. На день рождения, когда ей исполнилось 100 лет, матушке подарили ходики с кукушкой. Некоторое время часы исправно тикали, но 13 мая 1996 года они остановились без 20 минут 8. Братья общины хотели отдать часы в Паченко, но матушка сказала, пусть так висят. Год спустя, 13 мая 1997 года, ровно без 20 минут 8, схемонахини Сепфоры представились. А это было, ну, 13 мая, на Пафнульте-Боровском. Как раз сеночная была, я в ней был, я стоял, и она лежала так. Мы с ней прощались. И вот я видел, как умирают настоящие блаженные, старцы, праведники. Тихо, спокойно, так, блаженно. Я начал читать, дал возраст, начал начальные молитвы на канон, святый Божий, там, Патче наш, и начал читать 50-й Псалом. И у меня какое-то внутреннее чувство, вот, какое-то, что матушка вот уже вот готовится, да, отойти. Я 50-й Псалом читал очень медленно, буквально дословно, медленно. И на последних словах 50-го Псалма «И на алтаре возложат твои тельцы», матушка три раза глубоко вздохнула и перестала дышать. «Через пороха, семь дорог, а ты через пороха одна, чтобы у тебя была дорога. Тогда, Господь, тебя помилуйте спасет. А то ты бросишь его, а самому у тебя уж вон туда сходить. Или вон туда, или туда поехать, или вон туда. Ведь вот как выживут, да? Да, да, да. А нужно встать на камень, и все. Вот это дело, моя палка, что-то у меня нет, вот через пороха вон, вот тебе дорога, вот. Ага, понял. Вот, ну вот пройди по ней, помоги. Ага. Это я покажу тебе, вот так, вот, дорога, чтобы у тебя одна была. Вставай и подходи к Господу. Так. Ну вот. Господь, ты мое сокровище, ты мое счастье, ты мое покой, ты мое жизнью вечер. Передаю себе волю твою, сам со мной живи и сам говори. Отдайся тебе, и он будет жить с тобой, говорить с тобой. После посещения кельи матушки Сепфоры в 2006 году у меня прошел очень сильный артрит. Мой стаж курения был более 30 лет. С Божьей помощью и по молитвам матушки я уже не курю. Матушка Сепфора, помоги нашей семье построить дом. Спасибо вам за тепло и помощь стольким людям. Лия Алексей Мария. Торонто, Канада. Зимой 2010 года после посещения матушки Сепфоры произошло исцеление маленькой девочки больной костной болезни. Мы все благодарим матушку за ее чудесную помощь и молимся ей. В Клыково к могиле матушки Сепфоры сегодня приезжают целые автобусы паломников. Люди едут к ней со всех концов земли. Люди едут к ней со всех концов земли. Почему так тяжело жить современного человека? Потому что он все делает по своей воле. Святые отцы говорят, что своя воля – это есть воля бесовская. Смысл духовного жения – это отречение своей воли. То есть искание воли Божьей. Вот матушка Сепфора с детства всегда искала эту волю Божьей. Никогда от нее не отвращалась. И делала все то, что Господь ей посылал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok